Кошки наши, кошки, кошки. Вот рыжка наша, рыжка, рыжка. Ну, вот. Что это вы делаете, Игнать, значит, тут? Что делаю? Маленько опоздал. Надо не позже семи. Ну, там пол одиннадцатого ложиться спать, это нормально. Фишку сегодня мы не топили. Я подумал, что ладно, зима все-таки. Седьмое декабря сегодня. Ну, а чтобы не замерзнуть, надо котел маленько заправить. Я решил подужинать. Не ужинал. Ну, я как-то плохо перерабатываю. Мягкий хлеб принесли. Это из нашей муки. Готовит сестра на неонилу. Я поэтому корочки отрываю вот так вот. Эта еда у меня шикарная. Сегодня воскресенье. Ну, поэтому сворачиваю. А это мне подарила одна организация. Элеватор. Мед гречишный. Ну, он первой качки был такой... Не на выставку. Маленько хлеба и вот так вот. Вот так вот. Это для меня достаточно. Но перед этим я вот несколько корышек съел с луком. Лук я, да, заранее очистил. Когда будешь где-то арестован, лежать бетон один, никогда не ложись на спину, никогда. Ложиться надо на живот. Это котел. Котел в кишке рядом, там все время движение. И ты не простынешь. Вот что я делаю. А у меня еще, Игнатий Иванович, к вам вопрос один. Вот наши благовестники... Маленько погромче, чтобы я слышал. Наши братья-благовестники... Сегодня вот мы рассуждали на собрании. Батюшка предложил, там где-то священник один звонил. Отец Олег с Романова. И предложил, чтобы с нашей общины братья какие-то поехали, помогли там в деле благовестия. С людьми побеседовать, собрать. Вот. Как вы это все видите? Именно... Ну как сказать? Вот братья сказали, например, пропасть, что дальше там происходить должно. Там не просто благовестие, а патриарх Кирилл сказал о миссионерской работе. В каждом приходе был миссионер, даже освобожденный, зарплаты. Но у меня личной связи с патриархом нет. Я бы не отказался, если бы предложили вести курсы по обучению на миссионерство. У меня 53 года стаж это. Чего-то стоит? Мне есть что сказать. Тысячи встреч. За три года только прошли мы где-то 450, может быть, 5 так, городов. Если он начинает от Тихого океана до Атлантического, до Лиссабона и всей страны Европы, и мусульманские, и Турции, и везде выходить. Ну вот сегодня братья тут зашли они. Это, видимо, Дебунов Игорь поедет, Сергей Пупков, а их повезет Андрей Головач. У него машина хорошая такая. Он что-то занимается подшипниками, и так написано на машине подшипники. Ну, батюшка сегодня ответил, я, может, неправильно понял, но говорит, что часа три с половиной ехать, так? Четыре. Ну, я не знаю точно. Ну, да, примерно так. Что-то батюшка говорил. Ну, дальше они, братья, зашли, пока с тобой разговаривался, пища провалилась, уже есть неохота. А то есть, говорит, когда вылазишь из-за стола, надо, чтобы маленько хотел есть. Если ты не наелся, через 20 минут уже покажут, что ты наелся, пища дошла. А если выходишь из-за стола, говорит, ты говоришь, я наелся, это значит переел. А потом, фух, что-то лишнее сел, это означает отравился. Это надо тоже знать. Это я все попутно, когда я разговариваю, попутно подтягиваю. Ну, вот спрашивают. Так, я еще раз повторяю, я не теоретик, я только практик. Хотя у меня отдельно, как заниматься с детьми, как с людьми, сколько категорий людей. И я, у меня где-то, кажется, я разбиваю так, на 24 категории людей. Это очень большой опыт только позволяет увидеть вот эти нюансы и с кем, как разговаривать. То есть, как вы нашли ключик к такому-то человеку. Вот, это ключик не ключик, а надо знать Писание. Ну, допустим, мы приехали. Настоятель, не настоятель, там, а благощинный. Вот, у нас же сегодня с батюшкой, с отцом Акимом разговаривали. Он говорит, я тут обклею все, везде во всех местах, там, говорит, расклею, чтобы в воскресенье полдвенадцатого пришли люди. Почему? Отсюда дали указания. И он активность проявил и попросил, потому что, знаешь, наша община благовестническая, миссионерская община, маленькая община, но очень подвижная. Вот, ну, я не поеду, я уже сказал, я уже не поеду. Я вообще никуда ездить больше не хочу, только руководство отсюда. А руководство какое? Молитва? У меня больше ничего нету сейчас. Ну, вот я, если бы так выступать, как своим опытом, ну, вышел, я всегда выхожу во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ну, дальше начинаю немножко сказать, кто мы и откуда. Знаете, потеряю, здесь, но это все кратко. Но сказать надо, потому что эти вопросы потом будут и будут задерживать. Какой мой возраст, я православный, когда я обратился, уверовал. Мне для этого, ну, три минуты больше не надо. Ну, это и правильно, вступительное слово. И книга любая говорится об авторе, хотя бы немного. Кто он, сколько у него, женат, не женат. Кто он такой и как уверовал. Ну, а дальше я бы спросил, отец Олег, это ваша паства вся? Да нет, тут сегодня пришли, которые в церковь не ходят. Вот теперь я уже знаю. Люди могут подумать, что я с ним договорился, а я не договаривался, я с ним даже не разговаривал. Я бы спросил, вот, давайте так вот, по совести, обращаясь как бы к аудитории. Вот для миссионеров я просто как бы маленький урок хочу дать. С чего начинать? Ну, первое, представить себя. Вот мы когда идем в домы, мы говорим, мы из Потеряевки, православные христиане. Сегодня у нас три часа в клубе встреча с вашим населением будет. Мы приехали сюда. И у кого нет в доме Евангелия, мы сразу даем, идем дальше. Подождите, только там, у нас некогда. На все про все, до дома, до дома дойти, зайти две минуты. Две минуты, следующее, следующее. Мы иногда в большое село, выезжали 46 человек. Это на восьми машинах. На восьми, чуть не на девяти. Это клочки Ребресинского района. И здесь я бы обратился к народу. Скажите, если кто здесь, кто не верит в Бога, Живу, умер, лопух на могиле, ничего нигде не будет. Ну, кто-то руку поднимет. С вами я буду говорить отдельно. Я сейчас открою, ему охота выйти. Он, у него шерсть, видишь, какая большая. Это на улицу просится, но там сенки. Пошел. Эта мать за ним пошла. Все. Вот так. Вот так. Не повредите кошку, закрывайте двери очень осторожно. Я все попутно поясняю. Я бы сразу вычленил этих. Кто-то бы скрылся, не сказал. Если бы я повторил, что если вы не сознаете, что кто-то в Бога не верит, поэтому вы не попадете в эту группу. С вами мы будем заниматься отдельно. Я посвящу это время. Я должен вам выложить доказательства того, что есть Бог, который сотворил вот этот мир. Об этом небеса пропадут славу Божию и о делах рук Божьих, что это Бог. Вещает Тверть. 18-й Псалум. И кроме того, в первом послании, не первом, в послании к Римлянам, первой главе, и говорится, невидимое Божие через рассматривание в творении видимы, так что они, люди неверующие, безответны. То есть, он шульдеген в немецком языке, не извинительны. Нет извинений, потому что ты видел такую красоту. Даже вот я смотрю, вот обыкновенный термос. Ну, кто-то сделал, кто-то вот приклепал ручку. Ну, кто-то там на этих пилюльках, на сосульках поставил внутреннюю колбу. Кто-то налил чай. Ну, вы верите, что чай? И залил, да. Ну, а теперь кто внизу-то гейзеры бьют горячие, кто этот термос-то сделал-то? И тысячи лет там есть это все. Ну, кто заклепал так, что не разваливается, держится-то? Я в момент их заставлю тыр раздвинуть, какие будут давать доводы. Я молчу, а доводы у меня очень веские. Я тут и хозяйки какие. А вы пробовали когда-нибудь лед топить? Да, ну вот у вас полное ведро 10 литров. И растопить. О, это он плохо тает. Это много надо. Ну, за сколько? Плитка у вас какая? Ну, такая-то там электроволновая там. Ну, за 5 минут вы ведро льда растопите? Да нет. Никто мне ни разу не ответил. Ну, слушайте внимательно. С поверхности Солнца за одну секунду отрывается тепла, которого достаточно, чтобы растопить слой льда толщиной в 1 километр вокруг всего земного шара. Если бы она вплотную там, земля-то была рядом где-то. Ну, и тепло, которое выделяется. Объем Солнца, тут все посчитали-то. Ну и как? И горит тысячи лет. Что за плазменная? Какая там реакция-то? Ничего не получится. И почему земля не ближе и не дальше? Дальше застыла, ближе сгорела. Количество кислорода по процентам отношения. Если бы было меньше, жизни не было. Было бы больше, вспыхнуло, все сгорело. Ну, кто это вымерил-то? Ну, вот я ему забросил так. Пока больше я вам ничего не говорю. Так, теперь обращаюсь к вам. Вы как считаете, вот, ну, хороший прибор человек сделал? Это часы. Швистарские часы. И щасовщик их сделал и ударил о пол и растоптал. Так бы было, хоть раз не было. Он сделал их для того, чтобы они работали. Бог для чего сотворил эту вселенную? Для того, чтобы уничтожить? Для чего человек сотворил вершину творения человека? Вот мы в церкви поем и в лепоту обличайся. В лепоту. Лепота – это красота, великолепно. И вот лепота – это наше тело, мускулы, нервы. Ну, все, все в человеке так гармонично, так прекрасно. И Дух Божий сошел на Деву Марию, и Сын Божий воплотился. В лепоту облегся в нее. В лепоту в это человеческое тело. Это нилсинайские святые отцы все так толкуют. Я хочу вам сказать, что вот раньше это было, сейчас, может, другие данные это. Десять клеток нервных у человека, которые выполняют работу, которая сегодня, выполнять должна, говорит, машина компьютерная, там, с трехэтажный дом, наполненная всеми этими приборами. Да неужели, да так. У нас непрестанно вихреобразные вещества. Вот я сейчас брал муку, это хлеб. Его размололи, мука, из хлеба, которое росло, из черной земли, падали дожди. Я съел, ну, для вкуса, я с медом на ночь. Мед. И надолго хватает. И теперь я не думаю. Теперь оно пошло, все разбавится соками, желчью там работает орган, печень, и все пойдет. Одно пойдет на мускулы, другое мне на глаза, третье на слезы, четвертое, чтобы серо получилось в ухе. Ну и все остальное. Другое потеть, это волосы на бороду, и все из этого хлеба. Как это может быть? Когда смотришь одни птички, у него как будто бы кисточка расстоит черно-зеленый, белый, красный, синий. В одной, ну, один такой, гоголь, что ли называется, утка там, селезень у ней. Ну, кто это сделал? Так вот, для чего это все Бог сделал, мы все узнаем из одной книги, из одной, только одна книга. Вы верите, что был такой ученый Ломоносов? Да. Ну, вот он и сказал. И дальше я приведу им слова Ломоносова. О том, что нельзя небо измерять псалтырию, вот, и душу человека, все остальное, кажется, понять, это сказать, небо, значит, нельзя измерить псалтырию, так, а духовно все нельзя каким-то прибором. И так у него интересно сказано это, это душа, и это в равной степени требует духовно соединять с духовным. Ну, и дальше я поднимаю Библию, как правило, и скажу, вы слышали столово о Библиях? Теперь я уже вхожу. Есть ли кто из вас сидящих здесь, в которых Библии нету? Полной Библии. Я рассказал 77 книг, два завета, сколько авторов, писалась она 1600 лет, примерно, эта книга, и они друг другу не противоречит. Удивительная книга. У кого нету? Когда я заканчиваю говорить, ко мне весь зал уже тянется, а где Библию достать? Сейчас, когда раньше я выступал перед аудиториями, я приходил с огромными рюкзаками, люди помогали мне тащить Библии. Мы наладили здесь трафик свой из Киргизии, там, СИЗОВ, там, кто там, старший пресситер-баптистов. Мы покупали Библии, которые, ну, почти в 10 раз дешевле, которые были в церкви. Мы покупали и здесь продавали. У нас там все были квитанции, у нас нельзя было... И все удивлялись, так это почти даром. Нет, мы еще набавили той цене, чтобы оправдать дорогу. Дорогу и ни копейки. В этом я был исключительно щепетилен. И у меня там прокуратура, все ехали с КГБ, все покупали Библию. И они не считали, что покупали, а получили даром. Цена была просто, ну, ни в какое сравнение с церковью, ну, в 10 раз, если дешевле. Если там 100 рублей, у нас рубль, к примеру сказать. И вот в этой книге все написано. И она отвечает на все вопросы. И дальше я могу коротко сказать, как я беседовал в Академгородке, сказал слова эти, и один не согласился у профессора, и стал додавать вопросы, но я с него взял слово, что если я вам докажу, что она отвечает на все вопросы, то вы перед всем народом скажете, я не знал, извинитесь. Ну да, ну так получилось. Я сказал, я на три вопроса отвечаю, вам достаточно. Вопросы возьмите, какого хотите калибра сегодняшнего. Я на те три вопроса ответил, и весь зал понял, я ему ответил. А он сказал, я не жду ответа. То есть, я этот пример привожу, он просто классический пример, назову вопросы эти даже. Ну а дальше я расскажу о пророческом духе, как эта книга писала. Теперь, кто не верит тому, что здесь написано в Библии-то? Я-то вторая группа у меня людей будет. Люди, которые не верят, что Библия Слово Божие, внушенные Богом, писали святые Божьи человеки, будучи движим духом святым. Это вторая группа будет, с ними я буду заниматься. А там осталось три человека. Так вы верите? Вы так говорили, то, наверное, что-то есть. Так вы уже верующие. Тогда заходите в вторую группу, где Библию изучать будем. Я их быстренько туда. А мне это зачем нужно знать? Ну, тогда вы не претендуете, что ничего вам и не будет. Я объяснять не буду. Если вопросы есть, я отвечу, почему Бог. Первый не верит в Бога, второй не верит в Библию. Теперь, с этой группой я буду заниматься. А бывает под отдельную. А я пробовал, у меня не получается. Это отдельная группа. А бывает такое, что, ну, раньше это было, сейчас не так. Если буду так, то родные отвернутся, с работы выгонят. Как с ними беседовать? А как беседовать? Центральный стих Библии, который я беру, который отвечает. Бог отвечает. Бог. Не я. А теперь это место, я разворачиваю, и что Слово Божие живо и действенно. И я этим словом, которое прочитаю стих, я буквально все пропитываю. В первой группе я отношу такое. Сказал, безумие, в сердце своем нет Бога. Они развратились. И я привожу пример из отверженной Виктории Гуго. Чем грешнее живет человек, то обратно пропорционально тяга его к Богу. И так же и красота. Если женщина, девушка очень красивая, ее не тянет в монашество. Это Виктор Гуго говорит. Я убедился, это так и есть. Я разбиваю как бы на группы, но поясняю им, это отдельно будет. Ясное дело, что я должен прийти не с пустыми руками. Теперь мы приносим визитки наши. Визитки, где указан наш сайт, форум, контакты, mail.ru, все, что есть. Все абсолютно. На сайт зайду, там 50 книг моим голосом насчитаны. На сайте 38 моих книг. Отвечаю на 4124 вопроса по 55 папок. Ясное дело, с таким богатством выйти перед народом сегодня никто не может. Ни Осипов, ни никто. Этого просто нету. И они ответить это не могут. Это просто давно было. Я имею это, я богатый, я им отдаю в этой визитке. А дальше мы конкретно будем разговаривать. Это у нас первая встреча. Вопросы. Бывают вопросы. Так, я заранее скажу, что мы должны уехать еще в Барнаул. И если нужна будет встреча, еще. Вот отца Олега тогда нам передадут. А вы можете даже войти и здесь. И встреча налажена. Бывает сразу же, мы только выходим к машинам. В это время следом тянется несколько человек. Это те, которые в дальнейшем будут самыми близкими нашими. Они потом приезжают к Потеряевку, просят, приезжайте, еще уроки проведите. Но я, как правило, не еду. Один раз еще съезжу. Почему? Если я был бы баптист, община образована была, все. Община. Дальше я из них выбираю, кого везут занятия. Я не могу никуда везти. Я отвожу к попу, который все разгромит, он против меня будет настраивать. Но сейчас обстановка, может, я заблуждаюсь, я очень часто обольщался в жизни своей. Думаю, ну сейчас пробудятся священники, начнут, а они против меня. Я просто обольщался, обольщался. Вижу, что не надо было это делать так, веряться этому. Ну, они не то, что неадекватны, а совершенно против разума действуют, Когда надо помогать, они в это время объявляют войну, когда я стараюсь наполнить Царство Небесное и храмы их добрыми людьми. Это первая встреча. Первая встреча, когда люди собрались. Отдельно ходить я один не могу по всем дворам. А сказали, а сейчас бы вы поехали. Нет, не поехал. Если ехать, то только так. Если там будет группа составленная, не менее 50 тысяч человек, которые желают. Ну, я тогда поеду и скажу, сейчас декабрь идет, январь, февраль, март. На три месяца я могу. Но только договоримся, что у нас будет не менее трех встреч по два часа в неделю. И вы будете приходить. Если такая группа будет, я поеду. Ну, поеду. Кто-то, чтобы поехал со мной еще из братьев. Вот. Ну, просто необходимо. Иной раз я не раз слышу, я все время рядом не сурдо-переводчик, а погромче говорить. Я не знаю, как его назвать. Этого переводчика, который слова усиливает. Вот. Это уже все у нас там застолбили. Мы уже работаем. Это положение исправить можно в течение одного дня. Но если патриарх бы близко, знакомый дал указ, это ничего не сделает. Он враждебный будет. Тут не патриарх решает, Бог. Но все-таки вот патриарх-то сказал, но он не дал прямое указание Таанаста. Он только сказал, в общем, они... И сказал, не будете, значит, епископы пойдут там, на приходы. Но такого он и не сделает. Его убьют сразу. Это я вам заранее говорю. Патриарха мы лишились. Его не будет. Если только в дело... Он... 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 Это четвертое качество в лидере решимость и беспощадность. Пятое качество. Он бы мог многое сделать. Я от него больше ожидал. Он боится монахов, Кирилл. Вот я говорю слова, которые ни один епископ не скажет. А мне нужды никакой нет, я говорю. Почему? Во мне... Мой дух говорит, скажи. Я говорю. Я знаю причины какая. А патриарх как? Ну, какой он ни на есть патриарх. Он уже избран. Но я считаю нерожденным свыше. Потому что по словам, по всему, по жизни, духовно рожденный человек у него на первом месте страх Божий. А там нет этого. Я архиерея. А вы знаете о рожденных свыше? Не знаю. Просто не знаю. Хотя входил в близкое общение, пил и ел с ними. Но истинного духовного рождения не знаю. Вот такое, как у Ярла Николаевича Пести. Семь лет он обратился. Я готов. Мы даже это вот... Ты подошел тут ко мне, я заряжался на ночь. Так еще у нас время почти 2 в с лишним часа. Я сейчас сегодня, сегодня на благовестии братья были. Я тут как конвертирую, ужимаю и отсылать Сергею Козлову. Сегодня придется. Собрание отосал, но пока под замком. Он раскубаривает. Видите, хорошо, когда молишься и Бог отвечает. Вот Сергей Козлов для меня это просто дар Божий. Бог услышал молитву мою по всем параметрам. Все, что я хотел бы. Здоровые братья, крепкие, хорошие братья у нас. Хорошие. Но Сергей, он просто незаменим. Он освобожден от всего. Бог перерубил ему, хребет допустил, или там сатана потрудился, но Бог допустил, можно так сказать. И он лежит, лежит, лежит для неба, посвященный человек. Вот так. Это Божья рука коснулась и позвоночник перерезала. Иначе его тут не было. И Бог положил ему на сердце быть к нам расположенным. Он не просто расположен, он просто любит нас. Я был с ним. Любит. И мы его любим. Это такая нежная, искренняя любовь, дарованная Богом. Я даже не представляю, как бы я сейчас без него что, как, где делал. Таких и роликов не было, и он там еще что говорит. И когда я говорю, такие люди появляются, новые, новые люди приходят. А община маленькая. Ну, правила действуют у нас. Нельзя в общину никого приглашать. Нельзя. Запрещено. И такой общины больше нету. Нету. Нигде, ни у кого нету. Везде тянут к себе. Везде. А против вас для меня это не касается. Совершенно не интересует. Я вот эту группу начала у них там и все. Мне нужна работа, чтобы я мог миссионеров организовывать. И конкретная программа, в какое время мы начинаем, когда мы будем выезжать, что с собой брать. У нас опыт очень большой. То есть, не то, что, а неподражаемо огромный опыт. Только за три летних, это семь с половиной месяца, там по два месяца у нас по два с половиной было. Мы прошли сто семнадцать тысяч километров. Ну, надо понимать. Вот. Я называю цифру там четыре, сто пятьдесят. Это мы должны где-то остановиться. Мы прячемся в лесополосе. Бывает, скрываем машину. Это все в степи. С собой собака. Там непогода. Как приготовить? И Бог дал такую команду. Я особо благодарен Николаю Кручине. Шофер Божьей милостью. Талантливый. Он дальнобойщик. И согласился. И не мы... Он... Спина больна. И он проехал с нами. Проехал. Три года. Вот здесь... Там оно... До Москвы. А вот в прошлом году это уже у нас 15 государств было. Начиная с Польши, Австрии, Германии там. И дальше мы погонули на юг. Республики мусульманские. Ну, а уж нынче, в 2014 году, тут мы уже проехали до Лиссабона, Португалия. Значит, позади Испания, Франция, Италия. И все мы сделали. Если бы машина не поломалась, мы думали дальше, уже зайдя в Россию, заправляемся, уходим на Мурманск, к Баренцеву морю и поройти по северу. Но Бог судил иначе. Мы должны были вернуться. Раньше эти встречи по машине, где она была изготовлена в Нижнем Новгороде. Это все у нас стоит в интернете. Вот так. И поэтому главное в этом деле, о чем я говорю, о миссионерстве, это любовь. Любовь к Богу и любовь к ближнему. Это не просто слова вот сказать, а ну реально. А как отношение, какое к деньгам. Я себе могу сказать, что я очень ну как с капидом так назвать можно. Я до одной копейки экономлю. Прозвища от жены великий экономист. Но сэкономленная заранее уже обрекается на дело Божие. Помочь многодетным, нуждающимся на благовестие. Ну и где переводы делают Библии. Мы и там крупно помогали узникам Христовым. И рядом которые и кто строится и всем. мне Бог дает деньги и в другой раз такие деньги приходят, о которых даже говорить нельзя. У меня пенсия на сегодняшний день на 7 декабря 2014 года 5608 рублей. Это сольготой, что я репрессирован, политзаключенный и добавка какая-то там. Вот такая пенсия. И это от Бога. Ну на 5600 рублей да платить и за дом, и за мусор, и за электричество, и за интернет. И питаться надо. И 25 тонн, кажется, привезли. И сколько у нас было? Сколько тонн этого? 25 тысяч заплатили? Да, за 10 тонн. Вот так. Угля. Угля, угля. И все это как-то как. А вы сколько платили? Я ничего не платил. Ничего. Нашелся человек, который за интернет платит несколько лет уже. Компьютер надо. Пурга такая. Я на занятии в университете была. Монитор что-то не заладился. Но узнали. Прихожу, огромная коробка стоит на крыльце, засыпанная снегом. А что это такое? Может там взрыв, взрыв пакет какой стоит. Ничего там нет. Распечатал монитор. Я его отдал тоже брату Игорю. Кто сделал это, не знаю. Тут у меня один брат, он узнал, что нужен. Закрой глаза. Я закрыл. Вот он распечатал. А теперь открывай глаза. Вот вам новый. Я вам говорил новый. Новый процессор, новый вот этот он какой. Не такой был. Все стоит. И такой принт, там сканер, все. Это Бог делает. Я не просил. Ничего не просил. Вот этот дом, где я нахожусь. Бог так сделал. Я судился и высудил. Я думал, что хотя бы 50 квадратных метров для меня это была та комната, где я жил. Все. Вот это Бог позволил создать. 12,8 по стене, если мерить. Это и кухня, это и туалет, это спальня, это гостиная, и мастерская. Все здесь. И тут же у меня работает тонн студии, 15 магнитофонов. Вообразите, на 12 квадратах. А вот это, где нахожусь на два дома, 228 квадратов. Но для меня это ничего не значит. У меня понятия никакого нет. Юридически я хозяин. Вот уже подписал завещание по смерти, кому принадлежит, которые будут жить, а которые только помогать охранять. Которые все имеют. Дали слово, что претензий не будет, дом не продавать. Ну а если еще случится, Бог. Все. Я так многое стараюсь сказать, что у меня нет ни о чем заботы. Нету. А раз нету, значит, я все стремляю на тот. Как эту миссию совершить? Я чего-то жду еще. Как Сергей Козлов говорит, я болел и думал, какое-то у меня великое дело. Думаю, для чего я живу. Но теперь мы знаем, для чего, чтобы встретиться нам с ним. И дальше он берет всю работу на себя. Такие громадные деньги он тратит. Я вот тоже как будто жду. А может, патриарх все-таки как-то пробудится для этого дела. Он поймет, что меня надо запрягать, пахать на мне. Я говорю, у меня стихотворение написано, семь лемехов, это СК-100, или как называется, трактор огромный, такой там... К-700. Семьсот. Вот. Это я себя таким считаю, семилемешный плуг. То есть сказали, вот если вести занятия в семинаре, я сразу мог бы взять пять предметов и одновременно вести работу с учителями, допустим, по миссионерству. Тема совершенно необычная. Не только житийная, географией заниматься, а отдельно мировое искусство. Это моя тематика. Отдельно по экономике. Ну и все остальное, ветхие, новые заветы. Притом, я никаких программ не знаю. У меня все свое. Как раз по наитию. Просто Бог дал мне. Я все это передаю. Но может, ничего этого не будет. Тоже не знаю. Я за каждый день, вот у меня свидетель, брат Владимир, я Бога благодарю. Каждый день интересный и чудный. Если это случится, наши братья поедут. Ну, это означает, что я должен весь день посмолиться, благословлять Бога. И только не обмешурьтесь, говорю, где-то. Проповедующий, особенно миссионер, должен быть твердого и мягкого характера. Твердого и мягкого одновременно. Твердый в постулатах, в догматах везде. И мягкий, когда тебя где-то заденут, да ты что, пришел там невежда, неграмотный. Да, такое и есть. Простите меня ради Христа. Мне бы вылазить не надо, а я вылез. Вылез, потому что вижу, никого нету. На безрыбье, говорит, и рак рыба. Вот так обо мне. Сердца людей привязываются сразу. Они видят эту открытость, многое уже знают, что-то прочитали, зайдут в интернет, зарядят, отклики. Если священник за, это, конечно, здорово. Мне не надо сопротивление их ломать. А эти 450 городов проехали, сел, и примерно в 430 это наши враги. Враги! Я должен все сломить. Сейчас вот получили письмо из Министерства культуры Московской области, писали о книгах, что книги эти должны быть на полках, так выразить простыми словами. Эти книги находятся и в свободном доступе в Российской Государственной Библиотеке имени Ленина, библиотека номер один, историческая, с большой буквы, в Москве, и парламентская. Это мои там все 38 томов. Это все мы засняли, как там были. Вот. И они, а люди имеют, по согласной Конституции, имеют право, доступ к любой информации. От них скрывают мои книги. Книги проверены, опробированы, сенсорами на самом высоком уровне. Поэтому мне зачем это говорить? Я их своими не считаю. Вот я оставил вот на 100 городов примерно, которые мы не реализовали, то есть не подарили, которые остались у нас там, где находятся, в Калужской области. И они пропадут теперь там, может быть, а у меня заботы никакой нет. Я на контроле держу, спрашиваю, молюсь, почему я их уже Богу отдал. Поэтому, Господи, твое тебе, заботься сам. Когда у меня дом тут один горел, и там у меня библиотека была большая, большая, большая библиотека, очень большая и редкая, такие редкие-редкие книги, там по 250 лет и еще только не было. Многое привез, сам я переплетчик, реставратор. И когда позвонили, горит ваш дом, я здесь, а жена там, и она проснулась, успела выскочить из огня. А мы взяли отсюда валенки, а через стенку там женщина, та сгорела. А я стою, и огромный столб, дыма, огня, треск идет кверху. А я стою и молюсь, когда пришли туда, город Барнол, Никитина, 137, 147, это, наверное, это, 147, а 137, это Покровский собор. Вот так. Я благодарю Бога. А раз я благодарил, Бог удивительно сделал. Сгорело все. У меня большая там, ну, сказать, библиотека для слепых была, по азваке Брайля. И там, прихожая, там все сгорело. А мои книги, вот, счастья стоят, покажи даже. Вот стояли. Это малая счастье. Малая-малая. А больше, ну, это от потолка до пола, там дом высокий такой был. Я организовал тут несколько библиотек. Я раздал братьям. Они отсюда развезли, там библиотеки. И мне не жалко ничего. Тут была еврейка у нас, она что-то выбирала, просила. Ну, еще на ее, понравится, бери. Мне ставить некуда все равно. Вот как бы я себя повел. Немножко. Ну, на деле, не надо думать вот так, стандартно. Я как-то братьям тут рассказывал, как беседовать с адвентистами, как беседовать с эгавистами, подход какой. Ну, они пришли, а там пошло, что-то пошло не так, как сейчас пишут в интернете, когда страницу закрывают, и что-то пошло не так. И тут что-то пошло не так. Те не на том месте вопросы. А вот это не годится. Я когда готовлюсь по определенной программе для миссионеров, я знаю, Кунцевич, это для меня главный журнал «Ревнитель» был, православный, дореволюционный. Я смотрю, а если будет по-другому? Вот мы все должны быть. Парализовываем, Сергей. Вот он и я пришел. Сергей, я про тебя рассказываю, стою сейчас, записываю ролик, а ты вот он. Прям одновременно вышел. Это вообще невиданное дело. Рассказывай, как встретились мы, как Бог определил нашу жизнь дальнейшую. У нас интересно, сегодня я закачаю, собрание уже закачал, а занятия еще осталось. И на благовестии братья были, я пять роликов уже выставлю. Тогда слепишь, если можешь. Здорово были! Добрый вечер. Я уже не знаю, что там, вечер, утро. Я вчера звонил, а я до этого уже вторые сутки не спал. Вот и думаю, буду уже все, спать ложиться. И тут ролик увидел, как вы с этим, с отцом Петром-то там беседовали. Да. И я вот это вот просмотрел до конца, и во мне прям заграло что-то, не могу. Я вот увидел, как они, как вы говорите, священники оправдывают всякое беззаконие. И во мне, я вот это вот, в реальности, вот эта вся картина во мне, вот это открылось. Насколько лукавое вот это все проявилось. И я вот смотрю на людей, которые вот, прихожане, которые к ним приходят, а у них, видите, у них, как говорится, в одно все складывается, как будто их один учитель учит, как оправдывать все это. Вот опять же, за эти, за штаны, за брюки. Как будто один учитель их всему научил. И вот, я вот это все увидел, и я прям кинулся, думаю, сейчас позвоню, а оказалось, что интернет слабый и не получилось там у меня. Да хорошо слышно, видно. А вы до конца не досмотрели собрание-то? Я собрание пока не смотрел. А, нет, не собрание, не собрание, а то с Петром-то беседуем мы. Конечно, я все до конца просмотрел. Так, где отец Аким тут сидит рядом? Ну да. А, ну вот такой разговор был. Ой, вообще, я не знаю. Ну, вот батюшка вроде хороший, но как, как же так вот, как, почему, почему не проникают, ну как можно оправдать вот те же штаны, ведь малое лукавство от большого, недалеко ходит, ведь это же, ведь это же все, ну видно, все открыто, пожалуйста, и как они оправдывают все это. Ой, вообще, страшное дело. Вот это, что мы с вами говорим, мы прилепили сейчас к тому разговору. Я на ночь заряжался маленько с медом хлеб пьел, а Володя подошел, он сейчас-то меня подлавливает. Ну, тут записали, потому что один из благочинных, патриарх-то дал указание о миссионерской работе и погрозил, если епископы не будут, то поставят их настоятелем приходов, снимет с этой работы-то. Ну, они сейчас дали указание, чтобы в каждом приходе был миссионер, а миссионер-то это, это не просто батюшка, а тут один знакомый, отец Олег, Романовский район, он там благочинный, и отцу Акиму позвонил, и помоги, кто знает, куда обратиться. Ну, и теперь уже, и сегодня, они назначают встречу первую, я не поеду, но наши-то братья поедут, и они уже сегодня консультируются, а что, как сказать. Ну, и сейчас решили мы записать. Володя меня тут вопросы задавал. Первая встреча. А тут батюшка снова позвонил, отца Акима, говорит, я сейчас там обклею объявлениями везде, где собраться, договорились, там библиотеки, большая библиотека, или, может, Дом культуры будет. В это воскресенье, полдвенадцатого, следующего, которое будет, ну, сегодня, если седьмой, значит, четырнадцатого, Алтайский край, Романовский район, Романово село. Ну, и поедет, вот, Андрей Головач, на машине повезет, наверное, Сергей Пупков и Игорь. Далеко от вас, да? Так, повтори. Далеко от вас, да? Ну, и часа три с половиной, так батюшка сказал, по-моему? Ну, да. Примерно так. Ну, дорога-то зимняя еще, сильно-то не разгонишься, ну, она прочищенная, там автобусы идут. Ну, мы-то уже размечтались дальше. Я-то сижу дома, но эта, эта епархия-то что-то пыталась, и опять все заглохло, как будто еще не было. Приезжал Архимандрит, он секретарь епархии, говорит о преподавании, и вдруг, хоть бы, сказали, все, мы решили, не надо, хотя бы такое слово, так сказать, ну. О, Лоин, Дарья Тихонович, сейчас, секунду, а то я там ровно оставлю. Ну, так, сейчас, я, что думаю-то, видите, в чем делаю, там, ему-то, может, нашептали, может, какие ролики находят там, и ему, может быть, люди-то, много таких, которые против вас выступают, и, может быть, кто-то его переубеждать начал. Я вот тоже вот этим так проникся, и вот, почему, почему нет сейчас, почему вдруг предложение такое поступило, и почему дальнейших действий-то нет никаких? Батюшка наш, это действительно так, он прозрительный. Он сразу сказал, дело даже не в епископе, а в его окружении. Я бы эти слова-то, можно, не сказал. Это действительно так. Он молодой епископ, это епископ, в полном смысле, как вот, какая у него предыдущая биография, именно такой, он на приходах пробыл десятки лет. Патриарха возьмем, он там ни одного дня не был на приходе, у них общения с людьми не было, и предыдущий епископ, он регентом был, там в Тобольске, приехал, поставили епископом, а этот, именно вот, был там, начальником прихода, он знает народ, вот который, Сергий-то был, где мы беседуем, то нынешний, блин. И вот он тут, видя, позвонил всем, и сказал, чтобы они готовили, а что готовить-то? Нет, а этот, он с нами знаком, он бывает на наших деревенских торжествах, когда престольный праздник святого Анфима, 16 сентября, по новому стилю, и он сразу отцу Акиму позвонил. Так что, ну и молитесь теперь, чтобы получилось у них. Поедут наши братья, говорить, конечно, будет Игорь Добунов, Сергей там снимать будет, ну, а мы здесь. Я вот-то рассказал, как по порядку, на какие группы развиваются люди, у меня программа своя, я ниоткуда не беру, у меня абсолютно новая программа, она может единственная верная, может быть, я не настаиваю, я не теоретик, я просто практик. Все это на сотню раз опробировано. Игорь молодец, он прямо такой прирожденный благовестник, ему важно подкрепление, важен вот такой фундамент, с которого он бы вещал бы. Потому что люди, видите, как реагируют непривычные к тому, что православная церковь проповедовала бы. А если, конечно, там будут в рясах с крестами стоять попыток, конечно, будет такой фундамент крепкий. Дай бы Володю, Володю бы еще туда. Нет, Володя пускай тут будет, потому что они уедут, и он нужен здесь. Сегодня батюшка говорил, ты давай изучай стерковно-славянский язык, с часом будешь. У батюшки часов не хватает. Но это не Володин, он даже не берется за это. У него другое. Сам видишь, что... Так, я к себе хочу обратить внимание. У меня с Mail.ru неладно. Уже два дня меня заблокировали, и не целиком заблокировали, а как-то так половинчато. От меня не получают, а я получаю. Но на меня, если посылают, и бывает ссылка с синеньким, вот к ней, там будешь, что мне хотят. Теперь это синенького нету, а просто абракадабра какая-то, я не могу ничего собрать. Уже два дня так. А от меня поступило пустое сообщение, от меня ничего не получают. Вот уже два дня. С чем связано? Или кто-то там что-то накапал, или священники какие-то, я не знаю. Mail.ru это. Это не контакты. Я не понял, в чем суть, но я вот, сейчас я зайду в Mail.ru, я-то от вас сообщение получаю, нормально все. Я сказал, когда Виктору, Виктор говорит, что это, видимо, ну тоже, как называют, спамом. Я в последнее время несколько посылал фотографии, ну не больше четырех, вот это стихотворение, где там около полотна, волки, там олени, ну да кто-то, я счет сделал-то не так. По четыре пошлю, а потом на следующий день четыре. И никогда этого не было. Но если это так, то это надо обращаться в администрацию, вот говорит. А если это в администрацию, а я не могу не обратиться, еще к кому-то надо обращаться. А к кому? К Сергею Козлову. Я не вижу ничего, никаких сложностей. Вроде все нормально приходит. А в чем сложности, я так и не понял. Ко мне, когда приходят, вот допустим, там какой-то Марущук, фамилия его, и он все время посылает, посмотрите, вот такой-то файл выступления патриарха. Она с синеньким это. Я в него ткнул, и уже там. А сегодня приходит, синенького нет, а что там указано было на это, оно просто цифры какие-то. Их я хоть в Яндексу перекопирую, ничего это не дает. От меня не получают. Я вам неправильную ссылку, вам неправильную дал, неполную. Не один, это от всех так. Не он, не один, все. Два дня. А от меня никто не получает. Я посылаю, не получают. Я посылаю, они говорят, поступило праздник, поступило пустое сообщение. Поступило пустое сообщение. Мне вот сейчас напишите, или дайте ссылку, я посмотрю. Я в Mail.ru сейчас же пошлю что-то, и вы проверьте, посмотрите, будет к вам известно или нет. Чуть-чуть, маленько, продолжу сейчас. Подожди-ка, это легко. Я сейчас скопирую вот это вот. Вот. Я на YouTube теперь жду помощи, вот откуда я. Так это беру. Я сейчас в Mail.ru захожу, и помоги мне быстренько Сергея найти. Где он? Я протягиваю. Вот он, да? Вот так. Вот и все. Сейчас я на него. Так. Все, ушло. Посмотрите, на Mail.ru пришло или нет к вам? Отправитель пытался прислать вам пустое сообщение. Вот и все. А я послал такое. Вот уже, сейчас прочитаю, что я послал. Вот уже два дня, как меня заблокировали в моем мире. Не совсем, а так, что от меня нет сообщения никому, пустое место. А вот ко мне идут, но без ссылок на интернетные файлы. Или кто-то нажаловался, или злодейство поповское. Последнее время я по одному сообщению до пяти штук рассылал свои стихи с фото, а покрывали с оленями и волками. И шестью старушками у подъезда. И какой же это криминал-то в этом? Пишу это для того, вот это, чтобы узнать, как мою страницу разблокировать, как дать знать администрации, что я ничего не нарушал, никакого массового спама не было. Как бы это сделать-то? Мне идут вопросы, а ответить я никому не могу. Теперь главным ресурсом стал YouTube и форум. Жду помощи, кто туда напишет и объяснит это. Вот что я вам сейчас послал. И от меня никто ничего не может получить. А ко мне-то вопросы идут. Если честно, я сам тут плохо разбираюсь, но это, мне кажется, нужно в администрацию писать. Да кто бы написал и рассказал, что вот это вот я сейчас говорил, я это пошлю вам в этом, в скайпе. Еще, что сказал сейчас, прочитал. Ну вот такое дело у нас. Батюшка уехал и сейчас опять позвонил. Он поехал когда-нибудь домой сразу или как? Ну он к этим, к ручине, а потом домой, видимо. Ага, ну он позвонил мне, вот только что звонил и опять разговаривал с этим благочинным. И тот говорит, я сейчас везде все объявлениями все заклею. Вот сейчас, вот сейчас только пришло сообщение, все, я получил от вас письмо. Вот это вот такое письмо? Все нормально написано. Ну может быть, они меня разблокировали уже? А вы мне чего-нибудь пошлите с файлом, чтобы, ну, ссылка на какой-то файл. Там, из чего-нибудь, возьмите любой. А вот файл, который он высвечивает с синеньким. В него только я давно и сразу туда, куда меня отсылают. А сейчас ничего этого нет. Сейчас я пришлю. Так, я закачал собрание. Я думаю, что собрание выставлять не буду, когда вы порешите, в каком часу. Его надо сегодня, но, видимо, и ночью. Я уже выставил его. А, вот как. А теперь, которое я говорил, пока каток-то готовят, горку готовили, это два было, третий я тоже уже сделал. И пять штук облаговестия. Сейчас пятое закончу, и вы сами посмотрите, как там слепить. А может даже в котором файл... Я работаю с этим. В котором файли бывает там не нужно. Их там сегодня опять начали трепать, и под полой у него не выключено, а звук слышится. Ну и поэтому там вот такой, я не знаю, может быть, в середине файла вырезать надо. Вы скажите, что я уже сто раз говорил, не включайте свет на улице, на камере, чтобы не включали этот фонарик, не включали, и так видео портится. Так, дело то, что... Сергей, передайте, зачем он видео днем включает? Слушай, Володя, опустите, Сергей, у нас стоит на автоматике, здесь на видеокамере, она автоматически, если где-то плохое освещение, она включается сама. Вот не надо днем, чтобы она не включалась, потому что она срабатывает, и из-за этого на улице вообще не надо включать. И люди пугаются, плюс еще поэтому они видят свет и пугаются. Не надо вот это на улице. А он говорит, ну да, на улице, а он-то говорит про помещение, где темновато, она сама включается. Помещение-то пускает. Вообще не надо автоматически. Сделайте на свое усмотрение. Вот. То есть ручным управлением? Да, ручным управлением. То есть ты смотришь на картинку, видишь, что плохая картинка, включая ее камеру. так скажи, что у тебя с компьютером? Ты говорил, ты на две недели куда-то да еще себе. Да ничего, я же в тот раз говорил, еще у меня диск полетел, и теперь вот я в другом городе заказал другой диск, теперь там сложная работа, у меня компьютер такой редкий, и в общем, там запчасти на него не всегда найдешь. А на того диска там можно скачать, не пропадет? Ну вот, сейчас мастер будет делать, посмотрим. Вот такое дело. Ну вот такие наши дела. Дела-то никаких дел нету, пока разговор идет. Но уже определенно. Уже звонили, перезванивались, и значит, если Господь благословит, значит, в воскресенье наши братья двинутся. Сейчас тут ссылку послал, посмотрите. Ну? Сейчас смотрю. Так. Мне надо куда зайти. Подожди-ка. Так. Это что мой? Так. Вот как. Отправитель пытался прислать вам пустое сообщение. Вот и все. Что-то мне пустое... Сейчас, подождите, две минуты должно быть... Что-то мне пустое присылаешь-то, а? А вот Юрий прислал Соболев. Получил сообщение полноценное от вас. Сначала пустое, а затем появился текст. Странное дело, я думал, у меня что-то, потому что как тоже, какие-то неполадки сегодня с интернетом. Видимо, да никакой крамолы в сообщениях ваших не было. Но сатана не дремлет. Какие-то его происки. И вот тут живой источник бьет. Вот так. Это Виктор написал Юрий Соболев. Да, видимо, не только у вас. Это в Мейл.ру, видимо, они, может, что-то налаживают там... Может быть, но я по-другому не могу. Я боязливый очень в этом деле. Это у меня подозрительность. Потому что меня жмут со всех сторон. Блокируют попы там разные в ВКонтакте. Это все обнаружено. Мы знаем имена их. Ну и поэтому я поневоле... Виктор приходит, когда что-нибудь я спрашиваю, это от меня не зависело? Или одного меня преследуют? Да нет. Да я сразу успокоился. А если одного меня они вычислили и зажали, флажками обложили, как, говорит, Высоцкий поет, обложили меня, обложили, вот тут уж еще не сделаешь. Тревожа на душе делается. У меня такой богатый материал, такой Мейл.ру вообще. 7 тысяч фотографий только. Столько роликов. Меня трогать вообще не за что. Мы не против власти, не против Бога нигде никак. Ну, видите, как Господь устрояет, что власть-то вроде в смысле какая-то церковная власть, видите, к Вам вроде лицом начинает поворачиваться. Начинает... патриарху, чтобы доложили, что вот как Андрей Кураев меня каким-то считает там миссионером, это действительно показать, что, сколько лет, сколько прошли, 53 года, то самый момент под эту, как говорится, сурдинку, так патриарху, то дать знать, что я есть. Я существую, я не умер. Я готов. Я широко раскидываю руки для объятий. Но кто скажет, не буду же я вылазить, я хороший. Как Бобер писал, выходи за меня замуж, я хороший. Фрутиком по воде написал. Вот я думаю, надо побольше вот это благовестие снимать, выставлять ролики, потому что на них, ну, такой живой пример на них будут смотреть и, может быть, будут люди загораться этим. Ну вот сейчас вот пятый придет, вам надо слепить будет уже поставить о благовестие. Я сейчас пятый загружаю. На чем? На чем ставят акцент вот сами люди, к которым обращаются, они пугаются просто. Говорят, что до православной типа не ходят так. Вот. Боятся вот этого. Ну, вчерашнюю беседу с этим-то, со священником, ты же видел как. Ну, прям явно подыскивается. Но когда сказал, тогда он маленьком потише уже. Я сказал, молчать буду, я молчу. Ну, явно, что роют ров. Но я им сказал, вы в него упадете, а не я. Я бы не сказал, что он подыскивается, да, но видно, что у него любовь к вам. Он, я думаю, он говорит, а все равно вот ему, как бы, конечно, разоблачение хочется, и все, но подступиться не к чему. Он и говорит, говорит, я в свободное время слушаю, но вот у вас есть такие резкие высказывания. Слово приправлено солью, нестандартно, я согласен, да поэтому ты меня и слушаешь, а если бы я тебя добротолюбие насчитывал, ты и слушать не стал бы. Я когда говорю, и у меня нету соображения, что как ты принимать будешь. Я даже не думаю ни о чем, я просто этим живу, дышу и говорю. Мне ролик о мощах-то прислали, я пять минут даже не посмотрел у меня, настолько отвращение такое, когда он начал целовать, и все, я еще не смог смотреть. А по аптесту спрашивают. Он говорит, откусывает. Хотя я человек, я легко могу смотреть там на трупы, на всякие, на всякие там куски мят, у меня нет отвращения, а вот это вот у меня, потому что вот, я не знаю, такую любовь проявляют к костям каким-то, наверное, к живым такой любви нет. Точно. И главное, каждую косточку, позвоночник, труд, обтирают. А в это время яговисты идут от дома к дому, к живым людям. Ну, что тут? А я в мощах. Самое большое почтение к мощам у меня, а не у них. Я вот расслышал голос Божий, он говорит, прах ты и в прах возвратишься. И все. И больше ничего не надо. С почестями, с великими. Так антиминс будет без мощей. Без мощей. Еще из этого ничего нет. Зачем мощи, когда живой Христос, есть и Дух Святой? Этого нам недостаточно. Как они говорят, он шаравил, бумажки построил. Писание, предание, а тут мое мнение Игнатьева. Ну, а где ты мое-то? Писание, предание, ты не скажешь, где предание, а где мое мнение, вообще ничего не скажешь. Назови, где? Мое мнение неподтвержденной Библии. Вот это мне надо уже знать. И ни один пока не показал. И он ничего не показал. Они просто видят, что эта кость не пройдет. Они зря меня примеряют к своему организму. А за мной ходят, о ком мы тогда говорили, он каждый день пасется у меня. Который больше всех воевал, да. Почему? Я думаю, это только Дух Божий делает так. А они понимают, здесь жизнь. жизнь. А возьми сейчас четвертое с Шаповалом какой разговор у нас идет с Баптистом с Америки-то. Видите, начали, как он говорит, же клевать его начали за вас. Но он давал кому-то ссылки посмотреть, не принимает никто, а он, видите, проникся. Так я ему книги-то выслал уже. Уже выслал. И он уже деньги переслал. В понедельник пойду получать. Он мне написал 200 долларов, хватит. Я посылаю. Я тут же ответ дал, 150 хватит. А я все равно 200 выше. 200. Ну я говорю, все равно у меня уйдет на многодетных. Ни одного цента я на себя не потратил жизни еще. просто на ухо сказать. Ну видно, что человек-то хороший. Разбал. Боже разговаривает с человеком. А когда будут у него книги, вот тогда у нас будет разговор. Присажь себе. Он запросил-то книги какие? К истинному православию, трехтомник Нового Завета с толкованием. Для слова Божия нет уст. И симфонию на неканонические книги Библии. Вообще. Так я ему в подарок еще симфонию на житие послал. Он, видно, за него 50 долларов дал. Вот дела какие. Я его не обидел, нигде не наставил. Ну разговор шел серьезный. Я вчера думаю, скольких вы знаете, а скольких не знаете людей, которые через вас обращаются к истинному православию. Это же, я не знаю, это сон мы целые. Так они пишут мне, пишут. Я встретился с вами, я говорю, кто влечен был бы описан, сразу ушел. Просят книги, руководители, руководители всех по 10 лет, когда был пресс-фитером, сейчас ушел. Полный комплект запросил, заплатил, конечно. Я не дарю. По полной программе платят. А там пришли, я ваша духовная дочь, я сын, я говорю, еще себя нарожала, не знаю где. Спрашивают, дети-то у него есть, нет на меня. А тот говорит, да, это его, говорит, мучили там, поэтому детей нет. Ну, то есть кто во что гораст. Это кумушки у колодца разговаривают-то. У меня детей есть. Есть же много роликов, где вы говорите, что я женщин не знал, и полно таких роликов. Ну, я говорю, Иоанна Кроштадского, он не монах был. Сколько было детей? Иоанна Кроштадского-то. Почему ли совета ему не нарожала детей? Это еще вы? Да, об этих детях уже нигде в Новом Завете речи даже не идет. Павел говорит, что я родил вас благовествованием. Я могу сказать, а вы, которые заботитесь, вы, я говорю, когда спрашиваете, у вас какая мысль? Вы хотите показать, что вы мне завидуете, что детей нет, или упрекнуть меня, что я бедный, что детей нету? Жалеете меня? Завидуете или жалеете? Я вам не завидую, я вас только жалею, у кого дети есть. Потому что я знаю, какие у вас дети, и вы их для неба не приготовили. И вот там будете отвечать за них. Вот умирает экстракорпоральное там оплодотворение, как у Киркорова, то другое-то. Вы с Божьей милостью не смиряетесь. Я могу другое сказать. Да в Новом Завете-то сколько у Павла было детей, а он не манай был, и у Иоанна. А сколько у Петра-теща было про детей ни одного слова нет. Но, вы знаете, вообще о детях нет. Про Нового Филиппа говорится, четыре дочери. Но они еще там родились. И все, больше нигде нету. Я еще ни разу ни одному человеку, имеющему детей, не позавидовал. Ни разу. Потому что я их знаю. Его дети иногда, которые подыскиваются, больше друзьям не, чем ему, отцу. Это чудеса. Опять же заповедь Господня, наполняйте землю. И она переполнена. Вот как раз и поставили задачу уничтожить. Наполняйте землю, не написано, а переполняйте. Она переполнена. Сегодня задача номер один у комитета 300, как уничтожить. Шесть миллиардов ненужных едоков. Сегодня другой вопрос. Я не говорю проблема. Фу, слово окаянное. Вот какой вопрос стоит-то. Это у русских стоит, не хотят рожать и не будут, потому что страна приготовлена для другого. Тащат-то. Не хотят жениться, не хотят замуж выходить. А выходить замуж только обезьянь и любовь. Наполнять землю. Давно через край льется. Воины Бог пощищает. Был такой проповедник один, и подсчитали, в общем, всех людей на земле шесть миллиардов. Он говорит, земля настолько пустая, что всех людей можно земли со всего мира собрать, и в одном американском штате их разместить можно всех людей. Это, не верьте в это, это фантазия. Это нарушие говорят. Отвлекает внимание. Те, которые говорят о ненужных едоках, они правы. Умирает каждый день. Каждый день. Я не могу маленько ошибиться. Примерно 165 тысяч человек от голода и недоедания. Каждый день это исчезает город один. И говорить о том, разместятся вплотную человек к человеку, когда воскреснут 100 миллиардов, примерно 100 миллиардов живших на земле. Это речь о них идет. На одной Мексике все поместятся. А прокормить нет. Нет. Говорят, если все морепродукты сейчас научились бы вытаскивать, тогда могли бы до 12 миллиардов, но не больше. Но никто их не вытащит, эти морепродукты. Человечество себя уже прокормить не может. И при том, контроля никакого нет. И что делается? На грани Третьей Мировой это ясно все стоит. И войны идут для того, чтобы сбросить. Об этом я вам ролик пришлюю. Уже собираются собрания в Думе, что уже вопрос такой не ставится на грани. Ставится вопрос о том, что война-то идет уже Третья Мировая. И уже решается вопрос о том, что зимой будет такой же Майдан в Москве организуется уже, как и в Киеве. Я это знаю. Знаю. Без всяких материалов. Потому что много слышал, считал. И кроме того, я вообще знаю общий мировой расклад. Вот это в Третьем томе у нас Новый Завет с толкованием. Отец Геннадий Фасте повторяется тот же сценарий, который был перед началом Второй Мировой войны. То есть война уже была объявлена, а военные действия не велось. Вот то же самое происходит и сейчас. Ну мне интересно только. Две мировые войны приписывают начало Германии. Хотя это не совсем так. В Третьей Мировой войне какое они в участие примут? Эта нация задавлена с таким сильным самоосуждением сегодня. Мы в Германии были, это нам говорят. Какое они участие примут для начала войны? Будет ли это так, чтобы повториться трижды? Нет. А немцы они не пойдут. Они вот именно несколько поколений родилось, что они себя укоряют в том, что там была война с Россией. Я про это сказал. Самая укоряющая нация. Поэтому они стараются нигде не появляться. Молодежь. Ну вот так. А Господь может показать. Ничего и возьми вот в Румынии еще Аушеску-то они сбросили-то. Из-за чего? Священника с одного прихода на другой переводить стали, он не подчинился. И народ забунтовал. Вообще ничего. Секретата его там. И вдруг Армия повернул на ту сторону и секретата смели. И поймали и тут же расстреляли. Ему не спрятаться вместе с Еленой негде было. Вот извини, причина-то совершенно никакая нарочечная. Он тысячи раз переводил и еще не было. И вдруг один священник. Так что ну это просто к делу, не к делу тут сказали, что мы должны быть спокойны. Не ужасайтесь. Всему надвижит быть. Вот и все. Ложимся. Ночевал день, ночь. благодари. Прожил день, благодари. Тут вопрос не том, что ужасаться или нет. Тут вопрос для себя более выгодное место определить, где тебе находиться в данный момент. В Потеряевке где? Тут у меня ответ-ответ езди. Там вода, земля, работать. Туда китайец каждый не доедет. Дорог нету. Который не доедет, китайец долетит. Чего сейчас? Вертолеты у них и они мгнают. У меня конкретное предложение. Вы вопрос задаете, вы ничего не ответите, потому что еще и нету. А у нас есть куда. Потеряевка ждет своего часа. У нас тут в Барнауле в войну было около ААБИ, копали тут высокое возвышение такое, и люди копали землянки, в земле называлось Копай город. А потом переселялись, когда хрущевки начались. Вот так и это. Потеряевки можно землю пластами, между ними камыш, и наши родители жили штукатурь, бели и живи. А дальше уже построишься. Земля родит, земля питает, земля хорошая, вода есть. Ну, на землю конечно, на землю однозначно переселиться нужно. Потому что я вот, ну, вы видели, в каком я доме живу, я сам, мы переселились буквально полтора года только назад, я в ужасе нахожусь вот тут живу, и для меня вот духовно ощущаю, как вот это вот я вижу насквозь вот этот дом, как все друг на другом живут и гадят друг другу на голову. Да. С надпиэтажей, представляете? Как в курятнике. Да. Я, я этой весной тоже с матушкой настраиваемся, наверное, будем переезжать мы в деревню. У нас дом в деревне есть хороший, каменный такой, будем туда переселяться. Шикарно. Потому что невозможно. Тут, понимаете, они еще, неизвестно, что тут натыкано в этой квартире каких-то устройств нет, что-то щелкает по ночам, тут все эти сирены противопожарные стоят. Тут неизвестно, что в этих стенах они там понасували туда. Я понял. Так, вопрос. Вы не хотели бы с этим Петром поговорить? у него времени нету, он занятый человек. Вот это все. Да и что, он слушать меня будет? Что я ему скажу нового? Что, что вы вчера не сказали, вы ему, видите, обозначили все и отец, и Аким-то был, а он не принимает этого. Видите, они заточены на что? Чтобы любым путем человека пригласить в храм. А для этого появятся все средства хороши. Вот, брюках там она или лысая, добро пожаловать. Любого, кто угодно, потому что это его кормежка, его корыто. И до 15 минут до храма батюшка, он живет где-то рядом, на окраине Москвы. И видно, что квартира, проще. Его епископ, что не так, он сразу его вышибет оттуда. И они даже не понимают того, что он раб. Раб с искаженной, с исковерканной совестью. И они этого не понимают даже. Я мог бы задавать им вопросы, почему Серафим Саровский молился именно о пастырях? И почему он получил от Бога ответ, что не пощежу и не помилую? Чего вы хорохоритесь-то? Почему? Я вопрос ставлю, почему? И ни один не может ответить. Значит, что-то... в принципе, как бы, он о благовестии говорил, что занимается сектантами, видимо, работу он тоже немалую ведет. Ладно, маленечко потерпи меня, я тебе кое-что сейчас прочитаю. Прочитаю, и это... Ну, я считаю это с намерением, что кто-то еще может потом послушает. Вот. Вот, слушай внимательно. Кавычки открываются. Подобно тому, как древнему Израилю посылает Господь судей и пророков, так и в церкви своей в моменты чрезвычайные Он, Бог, обычно посылает людей исключительной благодатной одаренности, как бы пророков, сильных духом и верою. Не имея официального назначения, эти люди самим делом выдвигаются из общей массы и становятся предводителями других. Но это предводительство не имеет официального характера, не является установленной в церкви должностью и не всегда держится служебных рамок. Как и всякое пророчество, оно есть личный подвиг таких людей, дело их личной внутренней духовной предприимчивости и ревности о Боге и Церкви Божией. Кавычки закрытые. Митрополит Сергий Строгородский. Когда я это просчитал, я сразу понял, речь идет обо мне. Дальше. Руководителем теперь является сам Господь. Да отчасти книги, кто имеет их и может понимать. Игумен Никон кавычки заключает, что через поколение много, через два иссякнет наше православие. Если не изменять у нас образа воспитания и обычаев общества, то будет больше и больше слабеть истинное христианство. И наконец и совсем кончится. Останется только имя христианское, а духа христианского не будет. Все преисполнит дух мира. Феофан Затворник 1863 год. Кавычки открыты. Мне убогому Серафиму Господь открыл, что на земле русской будут великие бедствия. Православная вера будет попрана. Архиереи церкви божьей и другие духовные лица отступят от чистоты православия. И зато Господь тяжко их накажет. Я убогий Серафим три дня и три ночи молил Господа, чтобы он лучше меня лишил Царствия Небесного, а их бы помиловал. Но Господь ответил мне двоеточие, прямая речь, в кавычках, не помилую их, ибо они учат учением человеческим, языком ждут меня, а сердце далеко отстоит от меня. Настольная книга священнослужителя по благословению патриарха Пимена, том 3, страница 601. Далее, кавычки открыты. Сказано, что врата Адова не одолеют церкви, но нигде не сказано, что в России сохранится церковь. Россия может окончательно потерять ее, епископ Афанасий. Кавычки. Видение Яна Кронштадтского На престоле большая звезда и Евангелие со звездою, и свечи горят смолиные, трещат, как дрова. И чаша стоит, а из чаши сильное зловоние идет, и оттуда всякие гады, скорпионы, пауки ползают, страшно смотреть на все это. Перед престолом стоит священник в ярко-красной ризе, и по ризе ползают зеленые жабы и пауки, и лицо у него страшное, и черное как уголь, глаза красные, и изо рта у него дым идет, и пальцы черные. В этой церкви нельзя принимать миропомазание. Кавычки закрыты. Видение Яна Кронштадтского. Далее, кавычки открыты. Еще раз повторяю, что ходить в те храмы нельзя будет, благодати в них не будет. Лаврентий Черниговский. Кавычки открыты. Истинно благочестивые христиане потерпят гонения от своих лжебратий, лицемерных христиан. Количество христиан, хотя и увеличится ради милостивой благодати Христовой при последней всемирной проповеди, но далеко не все они явятся подлинными последователями Христа. Многие будут ограничиваться только одной наружностью, одними внешними обрядами. Тогда литургия творится будет вскач по большой дороге. Нил мироточивый, Афон. Кавычки открываются. Тогда, хотя имя христианское будет слышать повсюду, и повсюду будут видны храмы и чины церковные, но все это одна видимость. Внутри же отступление истинное. Феофан Затворник. Кавычки открыты. Враг рода будет действовать хитростью. Он не станет грубо отвергать догматы Святой Троицы, Божества Иисуса Христа и достоинства Богородицы, а незаметно станет искажать переданное святыми отцами от Духа Святого учения Церкви. И самый Дух его, уставы и эти ухищрения врага заметят только немногие, наиболее искусные в духовной жизни. Еретики возьмут власть над Церковью, всюду будут ставить своих слуг и благочестие будет в пренебрежении. Анатолий Оптинский младший кавычки открыты. Приходит время. Закрытые храмы будут ремонтировать, оборудовать не только снаружи, но и внутри. Купола будут золотить как храмов, так и колоколин. Все храмы будут в величайшем благоплепии, как никогда, а ходить те храмы нельзя. Церкви будут, а православному в них нельзя будет ходить. Ремонты храмов будут до самого пришествия Антихриста. Лаврентий Черниговский. Кавычки открыты. «Священство последних веков будет в равственном падении через две страсти. Двоеточие «Счастлавие и чревоугодие». Нифон Цареградский. Кавычки открыты. «Девяносто девять священников из ста объявят себя за Антихриста». Владимир Сергеевич Соловьев. Кавычки. «Нынешний страшный упадок веры и нравов весьма много зависит от холодности к своим паствам, иерархов и вообще священство». Ян Хрештадский. Кавычки открываются. «К нашей церкви будут присоединяться только отдельные личности». Нектарь Оптинский. «Не всякое собрание епископов есть собор, а только собрание епископов, стоящих в истине». Федор Студит. Кавычки. «Скоро в храме нельзя будет ходить, все изменится. Только избранные увидят это. Людей будут заставлять ходить в церковь, но мы не должны будем ходить туда. Ни в коем случая. Кукши». Кавычки. «Только наново крещеная Русь может стать православным царством». Архимандрит Константин Зайцев. Ну как? Хорошая подборка. «Видите, видите, черпилы этого не принимают опять. Я считаю, что время то еще не пришло. Вот. Вот. В то время то еще это, как говорится, впереди. Вот. И на свой адрес каждый, возьмем каждого священника, он не берет. Потому что он считает себя человеком праведным, стоящим в истине. Вот. И, видите, в общем, в общем плане не принимается это. Патриарх Кирилл сказал, да? Каждый себя считает лучшим, не как прочие человеки-то. Патриарх Кирилл сказал, у нас нет времени на раскачку. Дословно перевожу. Вот и все. Время... как объясняют это, что когда начнется отступление от церкви, когда изменят символ веры, вот тогда действительно это предсказание будут уже актуальны, а пока еще не те времена. Вот придет антихрист, мы тогда ему врежем. Да, пока он придет, вы уже подписались под него. Вот эти карточки, все, это не печать антихриста, но это дается нам напоминание, что это такое. Тотальный контроль, я его не боюсь, про нас и так все знает, как Осипов говорит и правильно говорит, но дело-то в духовном. Как мы живем? Где страх Божий? Мы сегодня как раз о страхе Божьем на занятиях говорили, может, посмотрите. Я подробно объяснял, что я чувствовал в детстве и что это и как в настоящее время. Ну что, прощаемся? Вы посмотрите, там эту ссылку пришла, я посылал ссылку в mail.ru. Ну-ка, давай-ка, посмотрим. Так. О, я тут наставил, мне надо закрыть. Так. Мне надо вот, чтобы зайти сюда. Так, Сергей, открыть. Да не, что-то нету. Так. Ссылка пришла. Но ссылка не синим, а просто буковки там и прочее. Я их куда должен теперь идти? То есть, я на нее не давить еще нельзя. Раньше только щелкнул по-синенькому-то и уже там. А сейчас этого нет. надо подождать. Может, завтра, послезавтра, в понедельник, в понедельник вы должны исправить, мне кажется, там ремонтная работа у них может быть. Я теперь что делаю? Ну, это я так делаю. Вот это я копирую и переношу в Яндекс. Вот смотри, у меня свидетель Володя. Я включаю, что будет, смотря на что выкидывают. А на YouTube, видео, хостинг, YouTube, новости, и вот то есть, что попало? персональный сайт, это не Сергеев сайт? Подожди-ка. Нет. YouTube, 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 еще нету. Ух, накрошила она. То есть, еще нету. Нету. Ну, до завтра еще подождите. Ну, ладно, подождем. Ну, вот так. Я ночью буду перекачивать, брат. Вы там, смотрите. А помните, мы говорили, которые я посылал старые там, про Володю, где там на огороде, проще. Так что, если, ну, желаете, вы пользуетесь по полной программе. А Володи, которые собирали? Я с Володей собираю там, как Бог даст, так и сделаем. Но пока времени нет на это. Ну, в последнее время у нас вот эти беседы-то по скайпу-то. Смотри, как старобрядцы, как сразу пошли, вот это, с Баптистом, здесь, какое разнообразие. И при том, я никого не зову, это Бог так устраивает. Я только молюсь. И смотри, идут и идут люди совершенно разные. Там какой юноша, тот с Германией, какие вопросы поднимают. Дело в том, что эти люди, они давно вас смотрят, просто, видите, вы сейчас объявили, ну, и вроде бы, как даете свои адреса, вроде бы, как бы, открываетесь вы. Вот люди понимают, то, что можно позвонить, а я думаю, они уже давно хотят позвонить. Мне так и говорят. Мы, говорит, уже несколько лет смотрим вас, а я сейчас взял, да и открыл вот это, ну, что можно зайти. Я на это не напрашиваюсь, ничего, потому что, что бы я ни делал, меня все время будут обвинять. Почему? Это моя награда. Слишком много мне оказывает любви близкие. И поэтому это вороновешивает. Ну, обвинять это, это, как говорится, громко сказано, а вот подыскиваться это в самый раз. Потому что обвинить-то не в чем. Я еще пока ни одного не увидел с тобой обвинением вам вынесли что-то. Я так и прошу, дайте конкретно, представьте, но сами видите, я в открытым текстом говорю. Ну, где? Я тут, а это вам нравится, не нравится, уберите это, это нигде нет, моего нету. Я говорю, у нас епископ был, который 13 лет пил и ел, говорится, с нами. И он сказал, Игнатий, сугубо православный, вы никогда нигде не обвините его в этом. Они ничего не имеют. Прислушайтесь к другим словам. У меня ни корысти, никакой, ничего нету. Это, к вам я могу, говорю, относиться к тем, с кем разговариваю. А ко мне как это относится? Есть, конечно, такие вещи, к чему вот цепляются обычно, как к мощам, там вот, в основном за мощи, но вы видите, вы в этом моменте скользкие, вы выскальзываете из рук, то есть нельзя, как бы, шероховатости нет, за которую можно зацепиться. Но я бы не мог не говорить-то. Зачем я это говорю? Я мог бы о постах не говорить. Я говорю, эти посты не нужны, их нарушают. Они не евангельские. Но дальше добавляю, но я православный и все посты строжайше соблюдаю. Почему? Я православный. И мне как раз. Но я не могу никому говорить, что без поста не спасешься. Вы меня поймите. Они не евангельское устроение, до восьмого века что не спасались. Я смотрю во свете Библии на это. Во свете Библии. А как лучше с сектантами говорить о поклонении Кресту? Вот мы Кресту поклоняемся, молимся Кресту. Как лучше объяснить? Я говорю, вы верите в Библии? Они говорят, ну, вы же сказали, что у нас не полная Библия. Ну, не полная. 66 книг признаете? Да, признаемся. Ну, признаем это дело. Ну, теперь я уже дальше ликую. Раз они признают, а я знал, что признают, мне надо, чтобы еще раз они подтвердили. Ну, и дальше уже говорю. Скажите, вот мы обращаемся к Кресту животворящей, к нему как к живому обращаемся. Мы правильно делаем? Конечно, неправильно. Как вы к неодушевленному? Слушайте внимательно. Ветхозаветник Агнцем Ягненок был, перешел на Новозаветнего. А этого, того Агнца ложили на жертвенник. А Нового на Крест. Этот Крест жертвенником является. Правильно? С этим соглашается. А теперь смотрите Ветхозаветник. И он обращается, жертвенник, жертвенник, тебе говорю. Я открываю место Писания и показываю. Он к жертвеннику обращается. А это жертвенник, я к Крест обращаюсь. Ветхозаветник. Какое место Писания? Какое место Писания? Что вы не верите, что я говорю? Это, а? Сейчас посмотрим. Важно показать место. Вот. Сейчас мы покажем. Мне надо вот это вот тащить, блин, еще. Мешает. Сейчас я более точно скажу. Так. А это сразу на изгиле. Так. Так. Подожди-ка. Вот здесь надо посмотреть. Третье царство. Третье царство, 13 глава, 2 стих. И произнес к жертвеннику слово Господня. И сказал, жертвенник, жертвенник. Так говорит Господь, вот родится сын Дому Давыдову, имеймо Иосия. И принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение. И человеческие кости сожжет на тебе. Вот где это написано. Прямо обращается. И поэтому мы обращаемся непобедимой божественной силой честного Животворящего Креста Господня. Мы обращаемся. К ветхозаветнему жертвеннику обращались как к одушевленному существу. Мои баптисты, они любят Слово Божие, они это принимают. В самом деле. Так не только это. Обращается еще и к перекладинам. Верхи двери, поднимите верхи ваши двери. К неодушевленному. Это как раз эти слова, взятые в Исаакевском соборе над центральным ходом в алтарь. Врата, поднимите врата верхи, вверхи ваши. Я вам рассказывал, как я там в Исаакевском соборе проповедовал. Так что мы здесь ничего противозаконного не сделали. Мы почитаем крест освящающим, потому что ветхозаветний жертвенник, там 37 главе исход говорит, кто прикоснется к нему освятится. Там была ягнящая кровь, а тут кровь жертворящего Сына Божия. Житворящая кровь. Как же я не освящаюсь? И для меня это знамение Сына Человеческого, которое явится на небе. Я это им легко доказываю. В этом вопросе у нас разногласий почти нет. Они сразу соглашаются. Они очень благоразумные. Но надо знать, какое место и в какой последовательности и что выделить. Вот в этом искусстве. Мне нравится один такой рассказ, небольшой документальный рассказ. У форта, когда строили там какую-то гидроэлектростанцию, одна турбина не работала и ничего не могут сделать. Сколько не бьются. Кто-то сказал, один есть специалист, но он в Канаде. Но выписать-то можно? Конечно можно, форту говорят. Но она такая, что в три этажа турбина, в три этажа. Ну его призвали оттуда. А сколько стоить будет? Откуда я знаю, какие поправки будут. Ну он попросил раскладушку принесите, лестницу, высокая лестница, ну и остальное у меня все с собой есть. И кусок мела. И вот нарисовано он на этой стремянке стоит, на высоте почти третьего этажа и делает там риски. А там какие-то обводки делаются. И он говорит, в обводке 1053 три витка лишние. А он как это, врач слушает это, то у него там не кинескоп, а слушает. И он везде написал, а вот здесь лишнее, а там не хватает витков. Он сказал, в какой катушке, там началось, так и сделали. Разобрали, оттуда убрали. Машина заработала не слыхать даже. Форд поделился. Во всей Америке нет такого. Ну теперь пусть напишет сколько-то. Ну он сразу написал миллион долларов. Или там сто тысяч сейчас не помним. Даже для Форда показалось это многовато. Ну пусть он покажет где он там это такое. Он написал кусок мела один доллар, которым я поставил щерточки. И там 999 тысяч 999 долларов за то, что знал где поставить. Форду до того понравилось, он рассмел сказать заплатите ему. Надо знать где эти щерточки поставить. Библия это еще не все. Как ее применить? Где эти щерточки поставить? Какой стих за каким? Что в этом стихе выделить? Что во втором этапе принятия вторую часть стиха просчитать? Они этого ничего не знают. Им не преподают. Я разговаривал с кандидатами, с богословами. Они говорят у нас ничего этого нет. Мертвая схоластика. Это мне Юрасов Это невозможно преподавать. Это дар божий. Да. Мы шли Юрасов в Амросе в одно селение там сразу 32 человека обратилось у меня. И он ехал причащать их. Половина уже монашеские были. Представь себе. Это такая тайна была для них. Там КГБ вздодрогнуло. Приехали. Хотели меня в тайгу забросить к староверам. Ну а идем с ним. Так он остановится. Это немедленно. Немедленно надо издавать. Это руками можно пощупать, чтобы говорить. А нам говорят ни с какой стороны не подойдешь. Мертво. Это говорит человек, который там всю жизнь работает. Откуда вы знаете его сейчас? Понятия не имею. Я просто люблю моего Господа и Святую Библию. Не завидуйте, и у вас будет это. Вот что я им отвечаю. Вот это определение руками пощупать. Действительно поэтому к вам видите и идут в том числе отец Петр и другие. Дело в том, что он слушает и начинает осязать то, что не мог без вас этого сделать. Он говорит, я слушаю, где вы меня трогаете. Андрей Кураев говорит, Игнатий меня по всем кочкам проносит. Да не так. Я просто говорю, что он неправильно говорит, но они считают, что за кочки проносят. Я не перехожу нигде грань. Я вчера конкретно сказал, как это все выглядит. Вы подыскивайтесь под меня. Но это не надо делать. Это вам пользы никакой не будет, если вы меня завалите. Но это вам никогда не удастся. Я абсолютно недосягаем для вас. Почему? Я храним Божьей милостью. Вот почему. У вас грамоты у меня нет. У вас защита диплома. У вас там епископ. У меня никого нет. Я совершенно один. Я как вдовец, как вдова. Говорит, у ней никого нет. Она на Бога надеется. Я на Бога надеюсь. На Бога. Вот начинает самородок. Я ничего этого про себя не знаю. Я знаю одно только. Я люблю моего Господа. Я его люблю. И боюсь его огорчить. Я стараюсь расслышать, что он мне скажет Бог. И передать другим. Вот и все. У меня тайна. Конечно, это тайна. Тайна любви. Назовите так. Я с Богом разговариваю. Ты подслушал, когда сказал, да так не молятся. как бабушка Горького. Она молилась, когда миленький Боженький. Да вот муж-то мой совсем не так. Вот говорит она. А дед молился, как? Он говорит, когда я стал взрослым, я понял, он молился, как старый иудей. Он каждое слово на своем месте. А Горький лежал на печке, у него память-то хорошая была. И когда кончет молиться, бороду расчешет, все у дед говорит, испуганные глаза, где? Алешка. Я говорю, ты вот так прочитал, и дед, я знал, что в этот день он меня обязательно выпарит. А дед, когда слышал, как бабка молится, еретичка. Он говорит, я видел, как он старый иудей молится. Ну к Богу-то душу надо раскрыть. Я молюсь молить во слово. По псалтыре каждый день мы считаем, но у меня свое есть. Своё. Моя поэзия, душа поет Богу высказать мою любовь. Я целую его моими словами необыкновенными. И Бог отвечает мне взаимностью. Господь нежно так касается в своем. Так нежно. Вот такие есть. Ну что, брат, отпускаешь? Ну да. Я так брат, ты вышел. Я думал, потерял тебя уже на сколько недели две, ты как ахнул. Ну что ж такое, Володя? Я болею. У меня сильные боли. Я знаю. Если бы можно было счастье болит, я бы прям попросил на себя. Но нельзя этого делать. И никак не сделать. Ничего нельзя. Господь раздает по молитвам. Всем по чуть-чуть раздает. Мы тебя любим брат дорогой и молимся. Я еще до этого ты не позвонил. Я Володя записывал там, где я рассказывал, как надо благовествовать. Ну изъяснялся в любви к тебе. говорит, а Бог как устроил. Только Бог. Ну ухожу, благословляй. А тебя Бог благословит. Спасибо. Я с вами тоже уже прилип. А интересно, что Калинин-то Саша, это Александр-то, он в Ютубе подписанный-то. Но я не знаю, никто больше так не делает, как он. А у меня новые люди стали быстро прибавляться. Десять человек, он опять прыгает, опять на первом месте. Как он делает так? Опять то ли уничтожает прежнюю подписку, новые делает. Уже три раза я вижу. Ему охота, чтобы я его видел в подписчиках. Я сейчас, если хотите, дам ссылку. Он поступил по вашему опыту, когда вы в Билайн пошли. И он точно так же написал несколько взаимодений и пошел там разоблачил одного, ну, есть там человек, в общем, детей развращает на YouTube. И вот он его разоблачил, по вашему примеру. Правильно. он проникает за вами тоже. Но только ему скажите, что ты вышел на тропу войны, ты должен это заранее высчитать. С пятью десяти тысячами победишь и пятьдесят тысяч, написано, чтобы потом не стали смеяться. Я не просто иду, я высчитываю. Я просчитываю. Мне была война, объявлена непростая война. Еврейская организация ВНЗР, это очень мощная организация, профессорский состав. Сколько еретиков поднялись, какие секты, когда меня решили завалить, ГТРК, это все ради вещания Алтайского края. И три уголовных дела, я просто на вызов, и все они проиграли, опубликовали. Так мне краевая прокуратура, руки жали. Никто не верил, что вы выиграете. Их вообще, они недосягаемые. Как они зарегистрированы, где? Господь разгромил наголову. Все, разогнал. Запретили эту программу ставить. Да, важно не молчать, о чем. Господь разберется. Да, учитесь крещать, учитесь молиться. Ушел. Все, Игнатищ, и Володь, все, с Богом. С Богом. Спасите, Господи. Вот так Бог делает. Это только Господь. Все, Володенька, я тушу, и теперь с Богом.